Ассаляму алейкум, дорогие зрители нашего канала! Вот и подошел к концу священный месяц Рамадан. Мы искренне поздравляем всех с этим благословенным праздником и благодарим Всевышнего за еще одну возможность совершать поклонения и благие дела, награда за которые в этом месяце увеличивается многократно. Поздравить с этим праздником вас решили и представители нашего духовенства, видные исламские просветители. Наступил один из двух великих праздников Айду-ль-Фитр. Позади остался месяц поста, месяц поклонения, месяц стремления совершать как можно больше благих дел и приближаться к нашему Создателю. Наступил праздник. Вроде бы мы должны переполняться чувством радости, чувством ликования, но все равно на душе как-то грустно и как-то печально. То, что остался позади столь благодатный, столь светлый отрезок времени. Надеюсь, что у каждого из нас получилось значительно пополнить багаж своей вечности. Каждый из нас смог проанализировать свою жизнь, свои поступки, в чем-то исправиться, в чем-то себя подкорректировать. И с лучшей формой, с лучшим видом самого себя мешало мы с вами двинемся дальше, стремясь, стремясь быть лучше, быть ближе ко Всевышнему, к людям и к тому или иному благому и праведному, что есть на этой земле. Месяц поста – особый месяц. Но, к сожалению, в этом году вот это вот состояние отрешенности и обращенности ко Всевышнему, когда мы старались и больше совершать дополнительных молитв и с трепетом ожидать и сухора, и ифтара, к сожалению, эти мгновения омрачились событиями, которые происходили в Иерусалиме, событиями, которые произошли в Казани, и все они легли неким грузом на наши сердца, на наши души. Но важно извлечь правильные уроки, важно вновь самим себе напомнить то, что мир, в котором мы с вами живем, он очень хрупок, и всегда нужно быть готовым предстать пред нашим Создателем и понести ответ за прожитую жизнь. Пусть Всевышний дарует вам, нам, своей милости, как в этой жизни, так и вечности, предоставит возможность в здравии встречать еще многие-многие месяца. И, шал, пусть Всевышний, Аллах Субхану Ата'аля, удостоит нас чести услышать в вечности призыв войти в райскую обитель через врата Ар-Райян. Амин. Ассаламу алейкум ва рахмату Аллахи ва баракатуху. Та каббаляллаху минна ва минкум. Да примет Аллах от нас, да примет Аллах от вас все благие деяния, которые мы совершали в этот месяц Рамадан. Поздравляем вас с праздником. Искренне желаем, чтобы Аллах принял каждую молитву, каждый день поста, каждую садака. Ассаламу алейкум ва рахмату Аллахи ва баракатуху, уважаемые братья и сестры. Поздравляю вас с окончанием месяца Рамадана, с вступлением праздника Ураза Байран. Прошу Всевышнего, Аллах Субхану Ата'аля, чтобы он избавил нас от испытания. Весь мир еще страдает от последствий эпидемии. И тоже последние дни для нас были нелегкие события в Иерусалиме, в Палестине, в Казани. Я пользуюсь этим случаем, призываю вас, чтобы мы все вместе обратились к Всевышнему Аллаху, чтобы он облегчил для всего человечества и для мусульман в частности, чтобы жизнь стала мирной, чтобы люди могли жить в атмосфере братства и справедливости. Да, Аллах Субхану Ата'аля, чтобы этот год был лучше прошедшего года, и чтобы Аллах услышал наши молитвы, наш дуа и принял наш пост и старания. Пусть Всевышний примет наше поклонение и ответит на мольбу каждого мусульманина. Алиф ТВ еще раз поздравляет всех с благословенным праздником Ид Аль-Фитр и обещает дарить своим зрителям еще больше интересных и полезных видео. Следите за нашими обновлениями, будьте первыми, кто узнает о последних событиях. Пусть Всевышний будет доволен нами и примет все наши усилия.